Омар Ромай и компания Сильвио Берлускони представляют Грессию Кольменарес Освальдо Лапорта и Херардо Романо В телесериале «Девушка по имени Судьба» а также Луису Кулиок Авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис В главных ролях «Вивиана Саконе», «Норберто Диас», «Роберто Ибанес», «Juan Vitale», «Сесилия Мореска», «Альфредо Иглесиас», «Ноеми Морелли» и другие В фильме также снималась «Верхиния Лапо» художник-постановщик Рубен Греко «Музыка» «Музыка» «Сергио Вильяра» и «Марсела Альвареса» «Музыка» Когда tengo ganas de pensar en Dios И в универсу, и в интерьер Режиссер Форге Монтеро Получите Спасибо большое Извините Да Можно попросить вас об одолжении? Не смогли бы вы передать эти два письма как можно скорее? Сеньора, вам не кажется, что я уже достаточно сделала для вас? Я здесь одна, и у меня хватает забот Пожалуйста Ну хорошо Куда? Первое надо передать здесь, неподалеку, в дом для приезжих А вот этот конверт отправьте с первой почты С первой почты? Я его отправлю немедленно Будьте спокойны Послушайте, мы теряем драгоценное время Мы рискуем упустить его Как вы говорите, зовут этого человека? Гонсало Линч И вы не должны забывать, что этот человек очень опасен Но мы точно не знаем, что он совершил Ну что вы Он признался, что убил родственницу Вам этого недостаточно? Угрожал другим членам своей семьи Я хорошо его знаю, и хочу сопрождать ваших людей до Санта-Марии Не настаивайте на этом Я вам сказал, что это невозможно Город в осаде Судя по последним сообщениям, тиран может скоро сзаться Да, я знаю об этом Но это не повод, чтобы оставить убийцу на свободе Послушайте, я знаю свою работу Если этот человек перешел границу, мы ничего не сможем сделать Что случилось? Почему ты остановился? Тебе приказано не останавливаться Добрый день, сеньор Что случилось, солдат? Куда держите путь? В Санта-Марию Дальше ехать опасно Город в осаде Я вам советую вернуться в Ароэссеко Мне ваши советы не нужны, я сам знаю, что мне делать Вперед! Нет, сеньор Извините, но... В чем дело? Положение такое, что я вернусь обратно Делай то, что я говорю, я тебе заплачу Вот, возьмите ваши деньги Мне жизнь гораздо дороже Ну хорошо, я... Удваиваю плату Я уже сказал нет Ах, нет? Тогда ты останешься Не позволю никакому проклятому заговорщику так вести себя со мной Что вы делаете? Остановитесь! Куда вы? Поехали, в Санта-Марию Остановитесь! Раунд! Расту! Доченька, я знаю, как болезненно была для тебя встреча с Гонсало. Я бы пожертвовала жизнью, только бы ты избежала страданий. Но это невозможно. Невозможно, так же, как невозможно вернуть бедной Камиле и ее мать. Мама, пойдемте к ней в комнату. Возможно, с нами ей будет легче. Я знаю, что моя мать непростительно ошибалась. Но в глубине души я всегда надеялась, что рано или поздно она все поймет. Боже мой, Мариана! Она не заслужила такой смерти. Это слишком жестоко. Не могу в это поверить. Едем, Виктория. Экипаж ждет. Вы должны быть сильной. Я сильная. Но мне это дорого дается. Покинуть этот дом именно сейчас, когда я его завоевала. Но вы его не покидаете. А лишь на время закрываете, Виктория. Я уверен, мы скоро сможем вернуться. Как бы то ни было, но я оставляю этот дом. Я не могу забыть, какой тяжелой стала для меня жизнь, когда была вынуждена покинуть его. На сей раз все по-другому. Когда вы были одна, теперь я рядом с вами. Уверяю вас, им меня не сломить. Я им не позволю выгнать меня из моего дома. Подумать только, эти мужланы не ведают, что творят. Успокойтесь, Виктория. Думайте о том, что это скоротечно. Скоро все закончится. Иначе и не может быть. Но пока нам нужно исчезнуть из этого города как можно быстрее. Откройте дверь! Мы представители нового правительства. Что делать? Господь должен был пожалеть ее. Нет. Это должна была сделать я. Камила, прошу тебя. Не обвиняй себя. Камила, мама права. Ты ни в чем не виновата. Только один человек виновен в случившемся. Но он не достоин твоих слез. Мне стыдно, что в моих жилах течет его кровь. Однако я уверен, что Гонсало заплатит за свое преступление. Нет. Никакой ценой он не сможет заплатить за смерть моей мамы. Открывайте, или мы сломаем дверь. Что делать? Что делать? Успокойся, Виктория. Ты разве не видишь, что они хотят войти? Идите в кабинет и делайте, что я говорю. Открывайте! Мы знаем, что вы там! Открывайте дверь! Что происходит? У вас нет выхода. Вы уже в курсе дела. Тиран Санта-Марии смещен. Губернатор? Да. Он больше не у власти? Убежал как заяц. Как вы этого не знаете, сеньор Линч? Нет, вы допускаете какую-то ошибку. Меня зовут Гранди. Да, а я император. Перестаньте. Мы знаем, что вы очень хитры. Мы вас доставим живым или мертвым. Я уже вам сказал, что я не Гонсал и Линч. Ах, нет? Конечно, нет. Я вам верю. И дом не ваш. Нет, но что вы хотите от меня? Я просто друг этой семьи. Вы что, принимаете меня за идиота? Пойдемте. Я сказал вам правду. Прошу вас, верите мне. Я всегда был уважаемым гражданином. Ну да. Уверяю вас, я политикой не занимаюсь. Так мы вам и поверили. Вас отдадут под суд за сотрудничество со свергнутым правительством. Повторяю, вы ошибаетесь. Гонсало Бенжал несколько дней назад. Вы совершаете ошибку. Это определит суд Новой Республики. Ясно? Ну хватит. Идите с нами. Прошу вас, поверьте мне. Кто еще в доме? Есть еще кто-то в доме? Нет никого. Вы уверены, что никого? Я уже сказал вам, никого. А это кто? Я сказала вам, оставьте меня, уберите руки. Я Виктория Лассабль. Клянусь вам, вы мне заплатите за это. Итак, вы Виктория Лассабль. Еще одна подружка проклятого губернатора. Не так ли? Ну что ж, тогда и вы пойдете с нами. За компанию. Сегодня у нас хорошо пошло дело. Даже не надеялись на такое. Будь внимателен. Не спускай с них глаз. Я пойду посмотрю, нет ли в доме кого-то еще. Смотри за ними. Я все время думаю о ней. Меня преследует ее лицо. Лицо, искаженное ужасом. Камила, перестань, пожалуйста. Нельзя все время себя мучить. Я никогда не прощу себе. Не прощу себе того, что не была рядом с ней. Что отдалилась от нее. Вместо того, чтобы попытаться ее понять. Не твоя вина, что дела пошли таким образом. Мы оба знаем, что твоя мать даже не пыталась понять тебя. Она даже не хотела тебя выслушать. Марианна, мама делала то, что могла. Она не думала, что я так могу ее обидеть. Обида совершенно ослепила меня. Я поступила неправильно. Отдалилась от нее как раз в момент смерти. То, что вы расстались, не только результат твоей обиды. Твоя мать хотела этого, Камила. Она поступила неправильно, а не ты. Это она сделала выбор. И осталась с Гонсаро, со своим убийцей. Ее убийца самый жестокий и беспощадный. Марианна, как можно приказать убивать таким образом? Не знаю, Камила. Не знаю. Но если это поможет... Какое это имеет значение? Единственное, чего я хочу, это побыть в последний раз с моей мамой. Успокойся, Камила. Я хочу сейчас же вернуться в Санта-Марию. Камила, дорогая, едем. Милагрос приказала приготовить экипаж. Да. Как только он будет готов, мы едем в Санта-Марию. Нет, дорогая. Нет. Лучше не надо. У тебя в последнее время было много проблем. Теперь ты должна думать только о ребенке. Лучше возвращайся в имение. А мы с Камилой поедем в Санта-Марию. Надо ехать. Мы должны попрощаться с Викторией. Я не позволю вам чернить честь моей семьи. Можете сказать вашему предводителю, что Виктория Лассабль никуда из этого дома не двинется. Вы все сказали, сеньора? Я все сказала. Очень хорошо. Тогда пойдемте. Я никуда не пойду. Оставьте меня. Перестаньте. Как вы смеете до меня дотрагиваться? Я хочу видеть адвоката. У нас нет времени. Какой еще адвокат? Времена изменились. Произошло восстание. А теперь вперед. Оставьте меня. Оставьте. Грязный мужлан. Что случилось? Дурак, ты выстрелил? Он тяжело ранен. Оставь его. Женщина убежит. Лови ее. Лови, держи. Давай быстро. Виктория. Смерть Тирану! Да здравствует республика! Смерть Тирану! Да здравствует республика! Смерть Тирану! Смерть Тирану! Камила, у меня плохая новость. Мы не можем ехать в Санта-Марию. Почему? Мне только что сказали, что режим пал. Все дороги перекрыты. Не понимаю, какое это имеет значение? Это значит, что в городе беспорядки. И положение становится опасным. Мне все равно. Я должна попасть в этот проклятый город. Меня не волнует опасность? Камила, успокойся, пожалуйста. Прошу тебя. Сейчас мы уже ничем не можем помочь твоей маме. Нам остается только молиться за ее душу. Господь услышит нашу молитву. Извините, тетя, но... Нет, Камила, послушай меня. Я не позволю... Рисковать тебе своей жизнью. Не позволю. У него нет друзей, нет даже человека, который протянул бы ему руку. И когда полиции удастся его схватить, Гонсало Линч заплатит, наконец, за свои злодеяния. Попросим Господа, чтобы этому жалкому человеку не удалось причинить зла ни Мелакрос, ни Марии. Его должны арестовать. Гонсало Линч заплатит за свои преступления. Скажи мне, Энрите, а как дела у твоей дочери? Как она, бедная девочка? Плохо. Очень плохо. Она, к сожалению, ссорилась с матерью. Но смерть матери стала для нее самым страшным из всего, что было в ее жизни. Я понимаю, когда умирает другой человек, это трагедия. Но когда смерть наступает так неожиданно, это страшно. Бедная. Знаешь, я должен поговорить с Росаурой. Хочу, чтобы Камилла пожила у нас. Сейчас мы ей нужны, как никогда. Но, Энрике, ее нет дома. И уже давно. Я бы хотела умереть. Господь простил бы меня. Так было бы лучше для моего Энрике. Не понимаю, почему Росаура не оставил даже записки. Очень странно, что она уехала, даже не предупредив меня. Я думаю, не следует беспокоиться. Мне кажется, что она со всеми этими событиями была просто немного взвинчена. Возможно, ты прав. Но меня очень тревожит, что она уехала, никого не предупредив. Даже ты знаешь, что она... Она сильная женщина. И всегда знает, что делает. Музыка. 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 Вернулись! Катриель и Лилен вернулись. Мы вернулись, чтобы попросить прощения у наших братьев, нашего народа, в знак уважения к нашим вековым традициям. У всех вас просим прощения за то, что мы без вашего разрешения создали новую семью. Теперь наши дети будут продолжать наш род. А ты, Лилен, ничего не скажешь своему народу? Я люблю его. Он увез меня с моего согласия. Закон соблюден. Я его жена. С Божьего позволения я прощаю вас и даю согласие на ваш брак. А я нет. Лилен принадлежит мне. Она украдена у меня. И я не прощу этого. Мы уедем отсюда, сыночек. Уедем от всего этого ужаса. Вы не посмеете этого сделать. Я не разрешу вам. Успокойся. Попытайся понять. Нечего понимать. Между нами был договор. И он не был соблюден. Я воспользуюсь правом, которое мне дали наши боги. Я хочу отомстить. Да нет такого права. Наши боги осуждают месть. Это закон. Не могу. Нет. Хватит, Раими. Хватит. Оставьте его. Женщина сказала, что закон соблюден. Это и мое слово. Клянусь, я отомщу. Я сделаю то, что не удалось белым. Клянусь тебе, Катрея. Наши боги удовлетворены. Народ тоже. Где сообщники губернатора? Где кончили свою жизнь жители этого дома? Они покинули корабль, как крысы. Дайте посмотреть этих подлецов. Жалкие трусы. Камила, твоя мама согласилась бы, что сейчас ты должна подумать о себе. Попросим Господа, чтобы восстановились мир и спокойствие в этом городе, которых так не хватало. Нам не остается ничего другого. Поедем в имение через несколько дней. Милагрос нас приютит. Тебе будет хорошо с ней. Нет. Я предпочитаю остаться дома. Тетя, поезжайте к Милагросу. Вы ей нужнее. Нет, дорогая. Я хочу провести эту ночь рядом с тобой. Розалба! 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 Риналдо, Риналдо. Энрике. Бедный мой Энрике. А теперь я спрашиваю вас, сеньора Росаура Санчеса, хотите ли вы взять мужья капитана Муниса и обещаете ли, что будете следовать за Ним и уважать Его до самой смерти? Да, отец. Обещаю. Сынок, кольца. Я обещала сделать тебя счастливым. Извержу слово. Даже ценой жизни. Я беспокоился, почему ты опаздываешь. Хотел даже пойти поискать. А где мама? Мария должна была вернуться в Санта-Марию. В самом деле? Но что случилось? Ты ничего не скрываешь в отношении газеты. Сейчас расскажу. Камилле пришлось использовать имя Катриэля, чтобы опубликовать свои стихи. Она не знала, что таким образом назначила день и час встречи, которая принесла одни только неприятности. Неприятность? Да. Там был мой отец. Не плачь. Он не заслуживает по их слез. Я не из-за него плачу, а из-за себя. Когда я встретила его, я почувствовала только огромную боль и думала, что нигде нет более подлого человека. Он убийца. Он угрожал тебе? Сделал что-то недостойное? Скажи, что я убью его. Убью. Мне делается нехорошо только от мысли, что я его дочь, что в моих жилах течет его кровь. И это делает меня ответственной за его преступление. Словно это я сама убила Викторию. Маккоза, что ты говоришь? Он убил ее. Задушил своими руками. Спасибо. Спасибо. Лилен, это для нас. Спасибо. Спасибо. Хорошо, все выпили. Здоровья. Будьте здоровы. Спасибо. Я сейчас. Всегда хотел от всей души выпить за тебя. Ты это знаешь? Для меня не было никакой разницы, жил ли ты с нами или с белыми. Я только желал, чтобы ты нашел свой путь, чтобы сделал выбор на всю жизнь. Потому что знал, даже когда ты был мальчиком, что ты мой лучший друг. Могу уверить тебя, что мы стали как два настоящих брата. Брата. Спасибо, Катриэль. Нет. Это я должен тебя благодарить. Потому что ты никогда не покидал меня в беде. Всегда верил в меня. Клянусь тебе, Инти, что буду всю жизнь чувствовать себя обязанным тебе. Я должен был сказать тебе это, мой друг. Я верю тебе. И поэтому не надо никаких обещаний. Но я хочу это сказать. Мне это важно. Я хочу это сказать. И хочу, чтобы наш народ был при этом свидетелем. Братья, послушайте меня. Клянусь перед нашими богами, что буду жить по нашим законам. Буду уважать всех вас, особенно моего брата. Никто и ничто не сможет меня разлучить с Лилен. я всегда буду заботиться о ней и о наших детях. Всегда. Умираю, я хочу спать. Сегодня не буду дожидаться, чтобы вы отправили меня в постель. Пойду сам. Тогда отметим этот день как национальный праздник. Что? Не так? не так. Конечно. Ну, тогда я пошел. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. до встречи. До встречи. Почему ты сказал ему до встречи? Потому что завтра утром я возвращаюсь домой. Я уже достаточно злоупотреблял вашим гостеприимством. Августо. Не уезжай. Ты мне нужен. Очень. Милагрос. Ты что, плачешь? Я не знаю, что делать, Августо. Для меня это уже слишком много. Я не хочу, чтобы Хван Сите или даже мама обо мне беспокоились. Ты мне нужен. Мне нужен друг. Мне нужен кто-то, кто бы меня выслушал и кому я могла бы поплакаться. Но я же здесь. Я остаюсь с тобой. Я не оставлю тебя одну. Августо. Я хочу сказать тебе, что это было лучшее, что ты мог сделать для меня. Исполнилась моя самая большая мечта. Я даже не надеялась на это. Лилен. Прошу тебя, не говори ничего. Молчи. Все уже сказано. я желаю, чтобы ты делал только то, что считаешь необходимым. Чтобы ты меня любил настолько, сколько это для тебя возможно. и я клянусь, что буду счастлива и этим. Мне достаточно принадлежать тебе быть твоей женой, чтобы помочь тебе увидеть другую жизнь. Лилен. Я обещаю быть тебе хорошим мужем. хорошим отцом, нашим детям. Обещаю тебе. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя уверенной. Я позабочусь о тебе и о твоем ребенке. Позабочусь. Спасибо. Я знаю, что ты говоришь от чистого сердца. Сейчас твоя дружба и твоя привязанность моя единственная поддержка. Это то, что мне было нужно. В этом я вижу смысл жизни. Знать, что я наконец-то могу помочь тебе. Да. И ты это делаешь каждый день. С тех пор, как я приехала в дом, в дом твоих родителей. ты стал моим другом. Моим... моим... моим настоящим другом. ты... остался со мной и вынужден скрывать свою любовь. Не имеет значения, Мелагрос. Для меня достаточно быть рядом с тобой любой. Любой ценой. Любой. Любой. Это самое лучшее время в моей жизни. я боюсь... что все это кончится. Нет. Что это просто иллюзия. Нет. Нет. Это не иллюзия. До конца жизни мы будем вместе. Мы всегда будем вместе. Обещаю тебе. Всегда. Всегда. Добрый день. Добрый день. Хотите что-нибудь выпить? Да. Впрочем, если откровенно, я пришел попросить вас об одном одолжении. Говорите. Если смогу, с удовольствием сделаю. Я здесь потому, что ищу свою жену. А, вы поссорились. Не стесняйтесь. Я здесь часто слышу такие истории. И уверяю вас, не так это страшно, как кажется сначала. И потом, если ваша жена что-нибудь смыслит в мужчинах, я уверена, она к вам вернется. Не в этом дело. В нашей жизни были сложности, и она неожиданно уехала из дома. А, вспомнила. Это же хозяйка дома для приезжих. Извините, что не узнала вас, но вы все время сидите дома, как затворник. значит, вы знаете мою жену. Я ее не узнала, когда она заходила сюда, но уверена, что это была она. Она была такой печальной. А вы не знаете, куда она уехала? Нет. Она дала мне два письма. Одно я доставила прямо в дом для приезжих, а другое было в эсперансу. Это вам. Спасибо. Ну, вы же не выпили. Надеюсь, Браулю удалось найти маму до того, как она уехала в Санта-Марии. Жаль, что ее не было здесь, когда пришло это письмо. Ты не спросил, кто его отправил? Браулю сказал, что отправитель не указан. Возможно, что-то серьезное. Тебя это волнует? В последнее время я сталкиваюсь с неприятностями. Встреча с моим отцом, смерть Виктории, одни плохие новости. Мне страшно. Очень страшно. Милагрос, не бойся. Ведь были приятные вещи. Беременность, встреча с твоей матерью. Да, ты прав. Но появление этого человека, который разрушает все, к чему прикасается, заставляет меня беспокоиться. Я боюсь. Мне страшно. что написано в письме? У меня дурное предчувствие. Милагрос, больше не может произойти ничего плохого. Ничего плохого не произойдет сейчас, когда ко мне возвращается вера в жизнь. Августа, возможно, я покажусь эгоистом, но в данный момент мне бы не хотелось, чтобы кто-то приехал и нарушил то счастье, которое я испытываю. Августа, я... Ты можешь радоваться жизни, своему ребенку, своей матери. Увидишь, все будет хорошо. Милагрос, ты не должна бояться. Не должна. пей, моя радость. Пей, и увидишь, что завтра будешь чувствовать себя по-другому. Пойду приготовлю комнату для твоей тети. Кто? Это я, Браулио. Слава Богу, вы еще не уехали. Мария, сегодня утром для вас принесли это письмо. От Лусии. Боже мой. Розрасаура. Рамон, она вернулась? Нет еще. А что-то случилось? Не знаю. Тельмусь тебе, что не могу понять. Я думал, ты что-нибудь знаешь. Нет, уверяю тебя. Извини, ты не получал ее письма? Письма? Да, письма, которые Росауру передала через хозяйку таверны. Но сюда не приходило никаких писем. Подожди, подожди, а не это ли? Оно для тебя. Да, для тебя. Но здесь не указан отправитель. Я думал, что... Росаура, нет, как ты могла подумать такое? Росаура, нет. Надеюсь, это письмо не означает еще какого-нибудь несчастья. Будем надеяться. Но, если честно, я боюсь. Я никогда не доверял письмам без указания отправителя. Нам ничего не остается, как ждать ждать сеньору Марию. Я сделал все, чтобы передать письмо в ее руки как можно быстрее. Боже мой, не знаю, что и подумать. Ведь речь идет о сеньоре, о сеньоре Росауре. Не похоже? Чтобы она это писала. Росауре. Редактор субтитров А.Семкин